Два конкурса, две победы. В конце февраля участники студии эстрадной и народной хореографии Задоринки Дворца детского творчества выступили на Всероссийском фестивале хореографического искусства Балакирев Дэнс. Коллектив представил две композиции. За выступление девушкам вручили диплом лауреата первой степени. Нашими конкурентами были профессиональные колледжи искусств, заслуженные коллективы, народные коллективы России. Поэтому в этом году решили ехать малым составом, но с профессиональными постановками, которые поставлены великими мэтрами. Я была уверена и в этих постановках, и в силах своих воспитанников, что все сложится. Сразу после фестиваля коллектив Задоринки отправился на следующий уже международный конкурс короли танцпола. В нем приняли участие все воспитанники студии. Впервые за долгое время руководитель Анна Козловская решила показать на конкурсе своих маленьких подопечных. Юные дебютантки стали лауреатами третьей и дипломантами первой степеней. Результат у нас был хороший для первого раза. Мы будем также стараться получать первые места и ездить также на конкурсы. Мне очень понравилось, и этот конкурс нам дал очень много опыта. На конкурсе короли танцпола старшая группа Задоринок заняла все ступени пьедестала почета. Особой жюри отметила танец «Черный ворон». За него коллективу вручили сертификат на 25 тысяч рублей за лучшую технику исполнения. Такие конкурсы для нас очень полезны, потому что туда приезжают заслуженные народные коллективы. И мы большую часть даже больше смотрим на них, чем сами танцуем, потому что само выступление занимает 3-4 минуты, а остальное время мы смотрим, учимся, наслаждаемся другими танцами. Задоринки готовятся к очередному конкурсу, который пройдет 12 марта в Нижнем Новгороде. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.